Друзья, добрый день, вечер. Меня зовут Василий Захаров. Сегодня вместе с нами готовит коктейли, точнее, сам готовит, без меня. Максим Широков. Рад вас видеть, леди и джентльмены. За кадром Евграф нам еще помогает, но он так, чисто. Чисто все организовал и все. И канал только сделай, который вы смотрите, и все. Вот, а Максим, Максим-то молодец. Сегодня будет готовить коктейль какой? Ох, сегодня мы сделаем коктейль Хайбл. Хайбл. Но, что это такое, на самом деле, Максим расскажет, без меня я тут абсолютно не нужен. Если кто не знает, то такой Максим, действующий бренд Амбассадор, Мейкерс Марк, Бурбон. А помимо этого, он еще участвовал у нас в жюри как-то в Медиабармане, тоже было такое. И побеждал, как бренд Амбассадор, брал несколько номинаций. Неоновый шейкер твой был, точно, да? Три года неоновый шейкер 16, Баркруф в следующий год, Баркруф, да. И 18, такое интересное, странное, правда, номинация от Иншейкер. Сайт. Короче, Максим молодец, Максим приготовил сегодня коктейль, а мы все посмотрим, а Васенька пойдет и вернется, когда он будет только пить уже. Хорошо. Самое приятное из всего перечнения, это вот Максим молодец. Приятно слышать, что тебя называют молодцом. А сегодня мы сделаем напиток, который называется Хайбл. Но я не побоюсь его сегодня назвать коктейлем. Поясняю почему. 1806 год, газета The Balance пишет маленькую интересненькую статью о том, что сидят некие джентльмены, выпивают коктейл. На тот момент это обозначало сочетание сладкого, крепкого разбавителя, вода, да, и битера, горечи. Сегодня мы сделаем Хайбл, но через коктейль. Запутал. Так, давайте объясню. Мой любимый именно коктейль это олд-фэшн. Опять-таки наверняка вы с ним знакомы, наверняка вы его готовили. Но мы сегодня попробуем сделать олд-фэшн Хайбл, а именно замороженный бокал, куда идет. Так же, как и в олд-фэшн. Начинаем по списку. Крепкая составляющая, но мы возьмем не полную порцию, не привычную для многих, там 50 или 40 миллилитров. Мы возьмем буквально чуть-чуть, 20 миллилитров. Это напиток должен быть очень-очень легким и скорее освежающим, чтобы вы могли их, ну, штук 10 за вечер выпить, и вам было хорошо. То есть один кивер Мейкерс Марка, премиального бурбона. Немножечко сладкой части. Любимое многими нами варенье из белой черешни. Чайная ложечка, барная ложечка. Для тех, кто обладает барной ложкой. Итак, сладкая, крепкая битер. Сегодня будем использовать битер апельсиновый. Благо сегодня практически в каждом алкомаркете. В огромном количестве магазинов и бутиков можно найти битеры. Уж апельсиновую ангастуру найти легко, поверьте мне. Не поверите, наши подписчики, мне кажется. Не верят люди. До сих пор самый распространенный вопрос, где купить ангастуру. Поэтому уж апельсиновую ангастуру. Ищите, взыскайте, как говорится. Ищущий дообряющий. Набиваем льда, как обычно, сразу оговоримся, что руки замывали, натирали их бурбоном, чтобы не было там гневных отзывов о том, что что же он руками лед-то хватает. Для просто эффектности кадра делаем руками. Я все жду, когда кровище пойдет. Спасибо, мой дорогой друг, за поддержку. Я думал, ты в меня веришь. Не, правда, это же опасно, Максим. Помнишь, мы говорили с тобой про кураж-бартендинг? Опасность мое второе имя. Итак, смотрите, алкоголя совсем чуть-чуть, вообще немного. Самая основная задача Хайбала, это большое количество газированной воды и небольшое количество алкоголя. В очередной раз повторюсь, философия в том, что ты можешь выпить таких напитков, ну, с десяток за вечер. Газированная вода. Сколько алкоголя ты туда налил? Буквально 20 миллилитров, детская порция. Ну, если мы считаем детей от 21, конечно. Категория Тинкс. Обратите внимание, напиток, по сути, это вода со вкусом виски, то есть крепость здесь, ну, 5, я не знаю, 7 процентов содержания алкоголя. По сути, легкое-легкое пиво. В этом прелесть Хайболов. Если наша задача не упиться сегодня и не вляпаться в какие-то приключения, а только-только общаясь с друзьями, с чем-то утолять жажду, то Хайбал лучше всего для этого подходит. Украшаем большим количеством вишен, черешен наших, простите. И, как уже говорилось ранее и неоднократно на этом канале, аромат. Тот аромат, которым будет коктейль благоухать. Сегодня мы используем классический аромат для напитка, цедру цитрусовых. Выжимаем над всей поверхностью бокала, чтобы целое облако эфирных маслов, маслов-паслов, простите, все уже заговаривались, ах! Не первый дубль создавала некий флёр вокруг этого коктейля. Итак, олд-фэшн Хайбал, два коктейля культовых, легендарных в одном бокале. Нам нужен наш Бон Виван, который оценит этот напиток. Василий! А, вот ты где? А? Я жду весь выпуск, на самом деле. Трубочка не нужна? Слушай, трубочки, как говорится, портят экологию, но, опять-таки, даже без защиты экологии, все равно как-то для джентльмена трубочка. Я думал, это будет вода с вискарем просто, а он как-то... Это вода с виски, с сахаром литр. Подслащенный получился такой, типа, прям в балансе, короче, ок. Ну, это напиток, который пришел к нам с Азии, и для меня в свое время был таким достаточно серьезным удивлением. У меня месяц получилось пожить в Чайнатауне, и когда там, знаешь, в азиатских заведениях наблюдаешь за картиной, сидят парень с девочкой, азиаты, там, точенький, худенький, маленький, а у них весь стол забитый едой. Как помещается вообще, для меня это, конечно, загадка, у них такое количество еды. И самое странное, что я видел, то, что они шотами пили пиво. А, потому что по-другому работают рецепторы. Наркоманы. Ну, нет, по-другому работают рецепторы, другая кухня. Ну, да-да-да, есть такой момент. Поэтому вот напиток, где действительно огромное количество именно безалкогольного ингредиента, и совсем чуть-чуть алкоголя, это их стиль, стиль хайба. Еще, кроме всего прочего, у азиатов же у них ферменты какие-то в организме, которые... Не, 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 не у всех наций, да, я знаю, что это распространено среди азиатов. Есть, есть такой момент. Большая проблема, конечно, у северных народов, потому что все-таки, если, ну, например, в частности, говорим про японцев, кто работал когда-нибудь с японцами, знаешь, это люди работают как машины, но и пьют как машины, вот до последнего, как раз для того, чтобы мозг перезагружался. Поэтому я всегда могу оправдать, знаете, такую сумасшедшую вечеринку, когда на этой сумасшедшей вечеринке трудоголики. То есть кто хорошо поработал, может хорошо и пить потом. Я переживал, когда ты делал, я честно, я не пил такие вещи раньше. Я думал, что это вот такой, типа, сильно-сильно разбавленный олд-фэшн, туда еще воды налили, и ты где-то в конце чувствуешь там, типа, вискарь, но в целом пьешь как бы газированную водичку или просто водичку. У меня было такое ощущение. Это обеденный напиток. А он такой, типа, он в балансе, он цельный. То есть нельзя сказать, что это, там, разбавленный олд-фэшн или еще. Он прям цельный, такой, ну, типа, в себе вполне. Ты льстишь мне леса, леса. Не-не, серьезно, он как бы ок. То есть я думаю, что это еще вот эти вот вишенки, да-да-да, вот они сгармонировали наверняка. Старались. Спасибо вам, молодые, маленькие. От души, от души. Поэтому, друзья, вот такой вот обеденный коктейль мы ни в коем случае не призываем пить во время еды, но если вдруг желание такое появилось, не рекомендуем выпивать классический олд-фэшн во время еды, потому что надо еще творить историю, дела и поднимать, как говорится, Россию с колена. А вот такой вот напиток только подбодрит, уберет мигрейн. От станка отошел просто буквально, и вот когда, и все. Йо Велкан. Ну, главное, что вам был 21 год или более, вот, и все у вас было хорошо. И, главное, еще нужно, значит, нажать на колокольчик, будут приходить оповещения о новых видосах. Лайки, дизлайки, там можно, ну, типа, комменты, все это круто, все приветствуется. Максиму спасибо, Максиму большое, молодец, что пришел. И... Спасибо вам. Ждите недельку, еще следующий выпуск, или, там, две или три. Ну, короче, мы прямо отснимаем пачку, потому что вы просили хороших людей в кадре, и они вот они. Мне кажется, можно легко определять, какие выпуски были когда сняты по длине твоей щетины, ну, или отсутствию барабины. Да, да, да. Ну, и что? Отрастет. Прощайся, Максим. Ну, вот, все ушли из кадра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова